Итоги уходящего четверга Кто выступил в качестве ревизора и все ли в порядке? Гастрономический рай. В Торгово-экономическом колледже выбрали лучшего повара и кондитера. Оцениваем их уже по критериям приготовления блюд. Какие критерии, куда дальше отправятся победители? Все грани таланта. В городе прошел отборочный тур на Республиканский фестиваль национальных культур. Он проходит раз в два года. Сколько было претендентов и когда пройдет финал? А также консульство закрыто, оказание помощи и исторический момент. Александр Лукашенко рассказал, когда пройдет референдум по новой конституции. О чем предостерег президент? Что почем? В Беларуси продолжают следить за ценами на лекарства. В некоторые аптеки с проверкой заглянули парламентарии, в центре внимания социально значимые препараты. Всего 50 наименований. Есть ли нарушения и почему мониторинге – дело нужное, расскажет Ольга Васинда. К вам ревизор. В руках парламентария – список не покупок, а цен на лекарства. В фокусе внимания – позиции первой необходимости. Антибиотики, жаропонижающие, препараты для сердечно-сосудистой системы. Все в рамках мониторинга, в ходе которого учитывается не только стоимость, но и наличие. Согласно перечню, все 50 препаратов первой необходимости, также цены, которые были зафиксированы 24 февраля 2021 года, на сегодняшний день не повышаются, по отдельным позициям даже несколько ниже. Парламентарий проверяет аптеку, сети, фармацея. К слову, она закрывает ряд социально значимых вопросов. Например, у них удобное расположение. Это касается города и района. Плюс широкий ассортимент товаров и приемлемая стоимость. Есть место и акции. Предоставляются скидки для пенсионеров, мам, в декрете, граждан, имеющих медицинскую карту или дисконтную. В настоящее время у нас проводится ряд акций и скидки по многим позициям. Например, дежурная аптека, как аптека, в которой вы находитесь, значит, с 7.30 до 9 утра ежедневно проводит скидки до 10% от торговой надбавки на все лекарственные препараты, медицинские изделия, то есть на весь ассортимент, имеющийся в аптеке. Итог проверки без замечаний. Парламентарий уверяет, такой способ работы защищает от необоснованного роста цен. На сегодняшний день в Бобруйске 32 аптеки государственной формы собственности и 65 частных. Ольга Весенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Минздрав в Беларуси обновил статистику по COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 2097 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 580 тысяч 29 человек. Более 70 будущих мам прививились от COVID-19. Они получили укол китайской вакциной сенофаром. Этим препаратом в нашей стране будут прививать только беременных. Слово, среди особенностей осенней волны много заболевших среди молодежи и детей. Также стремительность нового штамма. Один инфицированный передает вирус большему количеству людей. В то же время в Беларуси появились собственные экспресс-тесты. Он позволит за 10-15 минут определять антиген вируса в крови. Его можно будет выполнять как в медучреждениях, так и дома. Урожай свеклы, детальный план и готовность к зиме. С начала года в области зарегистрировано 116 спичных пожаров. Какие советы дают спасатели? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Референдум по новой конституции Беларуси пройдет не позднее февраля 2022-го. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с рабочей группой по доработке проекта. Президент предостерегает, любой неверный шаг способен поставить под удар страну. Итогом деятельности комиссии должен стать полностью прописанный документ. Его рассмотрят на финальном заседании, а затем вынесут на всенародное обсуждение. Беларусь закрыла генеральное консульство в Нью-Йорке. Таким было требование американских властей. Теперь наши соотечественники, проживающие в США, должны будут по всем вопросам обращаться в посольство Республики Вашингтоне. В МИД отметили, что предпринимаются все усилия для сохранения уровня оказания услуг своим гражданам в условиях новых ограничений. В Беларуси в кратчайшие сроки возобновят оказание консультативной и плановой медицинской помощи там, где она была свернута. В области онкологии, кардиологии, травматологии, неврологии, нейрохирургии, педиатрии, акушерства, гинекологии и стоматологии. Однако предварительно пациент должен будет сдать ПЦР-тест. Разработан детальный план, как это будет происходить по каждому региону страны. Акрарии Могилевской области убрали больше половины урожая сахарной свеклы. На 50% выполнен и госзаказ. Засушливое и жаркое лето сместило сроки созревания корнеплодов. Сбор начался только месяц назад. Планируют закончить до конца октября. К слову, выращиванием занимаются 36 хозяйств региона. Намерены получить 400 тысяч тонн. С начала года в области зарегистрировано 116 печных пожаров. Спасатели напоминают, жителям частного сектора до наступления морозов нужно провести ревизию готовности домов к зиме. Также стоит позаботиться о безопасности родителей или родственников. Помогите привести в порядок проводку, замените устаревшие электроприборы, почините розетки, установите в жилокомнатах автономные пожарные извещатели. Теперь о сладких страницах нашей жизни. В Бобрусском торгово-экономическом колледже прошел конкурс. Выбирали лучшего кондитера и кулинара. Критериев много. Например, это не только вкус и внешний вид, но и техника приготовления. Победители отправятся на областной этап. Карина Гуревич оценила на вкус шедевры участников. Чем покорить любого человека? Ответ на этот вопрос знает Александр Диктиров. У парня сладкая профессия. Правда, будущее. Учится он на кондитера. Мягкие бисквиты, сиропы, взбитый крем и мастика. Юный кулинар способен на многое. А продемонстрировать все грани своего таланта – это всегда пожалуйста. Мои родители поддержали меня сразу с моей идеей. Помогли с документами. И сейчас я им дома готовлю тортики и всякие блюда. Моя мечта на будущее – это завести семью и открыть какую-нибудь семейную кондитерскую. И работать в ней. Наш герой вместе с другими его коллегами участвуют в конкурсе кондитерского искусства. Подобные состязания в торгово-экономическом колледже – традиция. Условия. Час на подготовку, еще четыре – на приготовление. Это выпечка и оформление. Плюс фигуры из мастики. Оценивают две комиссии. Одна из них дегустирует вслепую. Мы, как те представители, которые видят, что делает участник, оцениваем их уже по критериям приготовления блюд, по критериям технологии приготовления каждого из кондитерских изделий. И дальше уже смотрим оформление и качество приготовления. Есть и вторая компетенция – кулинарное искусство. Правила такие же, как и для кондитеров. Разница только в блюдах. Готовят холодную закуску и горячее. По итогам два лучших ученика отправятся на областной конкурс WorldSkills 2022. Покорять жюри своим гастрономическим талантом. Сам областной конкурс также проводится ежегодно. Республиканские конкурсы проводятся один раз в два года. И по итогу уже республиканского конкурса участники едут на мировой конкурс, который будет проводиться в 2024 году. Помимо подготовки к WorldSkills в колледже проходят и другие конкурсы. По традиции Дню повара предшествует целая неделя различных активностей. Выставки, викторины и мастер-классы. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. С местным колоритом. Билет на республиканский фестиваль «Национальный культур». В Бобруйске прошел отборочный тур. Театральная постановка, вокал, танцы и стихотворения. В списке восемь номеров. Через призму выступления участники раскрывают все грани своей национальности. На сцене Дворца искусств евреи, татары, украинцы. Уже 6 ноября Бобруйчане покажут свои таланты на областном этапе. Завершающее мероприятие состоится в городе Гродно. Как правило, он проходит раз в два года. И на протяжении отборочного года по областям и городам нашей страны национальные диаспоры, скажем, индивидуальные исполнители принимают участие в этом фестивале. 13-й Республиканский фестиваль национальной культуры пройдет летом 2022-го. Участникам предстоит показать поколение людей, которое выросло и изменилось за 75 лет мирной жизни. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова